Когда вы прекратите врать? Сколько можно? Вас не то что в рай, вас в ад никто не пустит. И то вас Бог не забирает, потому что вы не в его компетенции. А дьяволу вы не нужны. У него и так чертей хватает. Вы, если исповедоваться будете, у вас батюшки каждые полчаса меняться будут. Невозможно слушать. Да у вас грехов больше, чем у всех сотрудников публичного дома вместе взятых. И то те в рай попадут. Ну потому что хоть кому-то что-то хорошее делали. А что не так? Ну вы же сами в эту чушь не верите. Вы же все это выдумываете с утра до вечера, уже не знаете что сказать. Вы же несете откровенную ахинею. Вы понимаете, что ни Чикатило, ни бицепский маньяк самые ужасные убийцы. А вы? Из-за ваших слов погибли уже сотни тысяч людей. Если бы вы не занимались этой пропагандой, ничего бы этого не было. Ну согласитесь. Так же. Это факт. Не поспоришь. Вы же обожаете Запад. Они ненавидите его. Ваши дома, квартиры, дети, все. Либо кто в Европе, кто в США. Это для простого народа Запад зло. А для вас это то самое райское местечко, где вы планировали встретить старость. Ну так же. Ну Владимир так же. А теперь все, ребят. Ну как минимум пожизненное. Да пизделись. Маргарита, не будет у вас никакого tomorrow, если today вы не попросите прощения у людей. Признайтесь прямо здесь. Ну да, врали. Да, сволочи мы, простите нас. Может перед тем, как впасть в кому, кто-то и на кому успеет съездить. Я не святош. Я ни в коей мере на это не претендую. Вас, конечно, не простят. Но срок, возможно, скостят. Не два пожизненных будет, а одно. У вас есть шанс смягчить себе приговор.